так всем привет еще раз приступаем к третьей части нашего видео урока нашего левушки здесь мы сделаем лапки хвостик ушки сделаем мордочку мы свяжем мордочку и может быть бантик посмотрим по времени вот так что давайте приступать не откладывать много не болтать так опять берем нашу ниточку вот и я знаете что сразу приготовим давайте таких два кусочка два кусочка наполнителя одинаковых так вот сделать так ну чисто как бы может быть визуально или вот в руках вот так вот покрутите два одинаковых вот так их потом скатать это мы засунем в ручки вот сюда сюда чтобы они были одинаковые потому что когда вы свяжите одну ручку вы забудете сколько положили в другую поэтому сразу два одинаковых приготовить нужно пусть они лежат писать надо сразу две ручки 1 я вам покажу 1 вы свяжете самостоятельно также и я так смотрите делаем мы опять кольцо наше амигуруми набираем в него 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 набрали затянули так вот так сразу надо уложить все ровненько так вот чтобы был такой ровненький вот у нас краешек чтобы все было ровненько вот потом мы как всегда замыкаем соединительной петлей вот такой вот ровненько у нас получается теперь мы делаем прибавки как всегда в каждую петлю попарно я считаю так вот раз два 2 3 4 5 сюда же 6 7 8 9 10 11 и 12 вот это вот это вот наша соединительная которая на такая затруднительная 11 и 12 все больше на прибавки делать не будем так вот смотрите мы с вами прорезали два ряда до 1 ряд нас полной бормы 2 мы прибавили вот теперь 4 ряда нам нужно провязать 12 столбиков в каждом ряду 4 ряда я чтобы не перекидывать вот это потом просто его ну его можно перекинуть от этой считать ну потом не достанешь хвостик оттуда поэтому я буду считать вязать 48 столбиков тогда у меня получится 4 ряда я вам как бы тоже советую сделать так вот через четыре ряда мы с вами встретимся и продолжим хочу вам показать смотрите вот я когда вижу такие маленькие вещи ну вот что касается именно руки нам надо чтобы здесь видите такой как бы шарик образовался вот поэтому пока я сюда вот так вот палец пока он влазит так вот и вокруг просто двигаю вот сейчас мы сделали 48 палец можно вытащить просто если вы служите пополам тогда у вас совсем будут очень-очень плотно вот и у нас не получится вот это вот запихать если попробовать так на два разделить и туда сложить вот прям сильно сильно надо туда утрамбовать так вот чтобы синтепон не мешался потому что будем вязать убавлять еще немножечко чуть-чуть вот тогда этот убираем да тут во вторую ручку как раз пойдет которая мы поделили вот так ведь теперь уже можно сложить вот так пополам и смотрите что мы делаем на делаем 4 столбика и убавка так два раза 1 так аккуратно чтобы нас синтепон не мешал 2 час она будет стягиваться 3 4 и делаем убавку так и еще раз такую же последовательность 4 столбика ой 1 2 3 4 и убавку идем еще одну убавку и у нас остается в ряду 10 столбиков вот видите теперь у нас туда все хорошо поместилось все нам теперь ничего не мешает мы можем вот так пополам сложить и вязать что я делаю я делаю точно так же никакие маркера и они перекладываем просто вижу и считаю что нам надо провязать 10 рядов по 10 значит 100 столбиков я считаю просто 100 столбиков и все и ручка у нас лапка или как там вы ее хотите назовите у нас окончена вот давайте встретимся через 10 рядов с вами посмотрим что получится вот видите время пролетает быстро получилась такая лапка вот я примерил мне кажется самый раз длинные не нужны теперь смотрите что мы делаем складываем пополам складываем пополам и и просто вот так две половинки соединяем насквозь видите две половиночки мы соединяем несколькими прям петельками вот так еще отнесена отрезаем ниточку такую чтобы хватило ставить в иголку и пришить потом так вот затягиваем вот получилась такая лапка теперь вторую лапку свяжите вы самостоятельно я тоже но я может быть попозже и сейчас он все сниму покажу ушки а потом уже свяжу я все-таки не удержалась я связала вторую лапку вот видите у меня не одинаковые получились вот откладываем их я уже даже ушко связала одну вот такое будет ушко у лёв у львов большие уши я посмотрела фотографии но в принципе там за гривой все равно будет не видно но в общем ух вот таким кто против тут не с нами тут вяжет свои уши так делаем кольцо опять все то же самое набираем 6 столбиков в кольцо 1 2 3 4 5 и 6 выравниваем опять ничего нового все по-старому по старой отработанной схеме так затянули и так соединили и набираем мы но как бы не буду опять он тоже самое показывать в общем нам нужно сделать сначала в каждую прибавку потом через одну прибавку потом через две прибавку прибавки чтобы было 24 у нас 24 делаем и встречаемся у нас получилось вот 24 так все уберу вот это теперь нам надо 4 ряда провязать без изменений вот хотите перекладывайте маркер хотите считайте 96 петель вот как то так ну я переложу вот так вот и 4 ряда мы вяжем без изменений потом встречаемся за у нас четыре ряда 1 2 3 4 перекладывая маркер сюда и и сейчас мы сделаем с вами убавки убавки так же как и делали на прибавки то есть мы провязываем 2 столбика 1 2 и делаем убавку и так 6 раз два столбика 1 2 и убавка так до конца ряда сделали мы все у бабочки убираем маркер туда его складываем складываем пополам наша пушка так и также как ручки мы их закупориваем так скажем так так провязываем две две стороны целилась 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 вот так вот провязываем не нравится мне что большая такая так не надо нам больших ничего так раз все посчитать сколько у меня получится 2 3 4 5 6 7 на том уж тоже 8 у меня получилось 8 в общем 8 и и вот так опять отрезаем ниточку нам хватило пришли тушку и все наше ушко готово вот сразу уложить на два одинаковых видите когда 2 вяжется сразу не получаются одинаковыми так что вот так вот ушка раз ушка 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 2 вот так вот чтобы вот это косичка у нас было внутри так вот ушки смотрите у нас лапки наши части тела такая расчлененка вот теперь будем писать на мордочку с вами приступаем к нашей мордочке белой ниточкой набираем 7 воздушных петель вот эту петлю мы тоже считаем она нам пригодится раз два два три четыре пять шесть и семь во вторую петлю вот сюда до вторую вот эту на петлю не считаем раз два сюда делаем прибавку потом четыре петли в каждую столбики четыре столбика раз два три и четыре остается наша вот это последняя так хвостик туда укладываем сюда для разворота три петли делаем раз сюда же два и сюда же три чтобы у нас такая дырочка не образовывалась но я сейчас затянем вот этим хвостиком вот который у нас был с которого мы начинали так потянули легонечко тихонечко и все ничего у нас нету и теперь пять столбиков по этой стороне раз 2 3 4 и в последнюю вот сюда сюда 5 вот так мы с вами сделали уже два ряда 1 у нас был воздушные петли напорный второй ряд вот этот вот у нас сейчас здесь 14 петель кому интересно кто будет считать одеваем наш маркер и начинаем вот прямо отсюда с первой петли делаем прибавку 1 и сюда же вторую 2 следующую петлю тоже делаем прибавку 1 и сюда же 2 потом делаем 4 столбика до наших петель разворота делали 4 петли теперь вот в эти три петли разворота центральная раз-два-три делаем три прибавки 1 2 вторая и третья взвернулись опять на другую сторону теперь делаем 4 столбика и прибавка четыре столбика нити мы сделали и перед маркером 1 петля остается мы делаем сюда прибавку вот так перекладываем наш маркер сейчас у нас 20 петель так 20 столбиков у нас сейчас этом ряду мы делаем теперь четвертый ряд следующим образом 1 столбик и прибавка еще раз такая же последовательность 1 столбик и прибавка вяжем до этой стороны 4 столбика провязали 4 столбика она по другой стороне такая же последовательность только три раза мы будем делать 1 столбик прибавка 1 столбик 2 прибавка и еще раз 1 столбик и 3 прибавка теперь мы делаем 5 столбиков и в последнюю прибавку мы сделали 5 столбиков и в последнюю перед маркером делаем прибавку вот мы с вами сделали в 4 ряд 26 столбиков у нас сейчас в ряду мы перекладываем наш маркер и начинаем пятый ряд 5 ряд делаем 2 столбика 1 2 прибавку и еще раз два столбика и прибавку опять делаем 4 столбика до нашей этой стороны противоположной и повторяем такую же последовательность только три раза два столбика 1 прибавка еще раз два столбика 2 прибавка еще раз два столбика 3 прибавка теперь у нас получается 6 столбиков и в последнюю прибавка 6 столбиков и в последнюю сделаем прибавку вот так мы с вами сделали 5 ряд у нас сейчас в ряду 32 петли перекидываем маркер и 6 ряд 6 три столбика раз два три прибавка прибавка и еще раз раз два три столбика и прибавка потом делаем 4 столбика и ту же последовательность повторяем только три раза три столбика 1 2 2 3 прибавка еще раз три столбика 1 2 3 прибавка еще раз три столбика 1 2 3 и прибавка делаем 7 столбиков в последнюю прибавка 7 столбиков сделали и в последнюю прибавка вот так теперь мы закончили шестой ряд у нас 38 петель в ряду теперь нам нужно два ряда 7 и 8 провязать без изменений 38 столбиков и вот я довязала портала два ряда и так подумал что нам нужно чтобы вот здесь вот он был объемчик вот здесь вот видите вот как бы щечки поэтому я еще думаю еще два ряда надо провязать еще два ряда провязываем и того будет без прибавок 4 ряда по 38 столбиков когда у нас провязаны все четыре ряда я предлагаю вот от маркера вот сюда до серединки дайте чтобы это был наш низ чтобы под низом не было видно наше вот это вот стыка неровности и тому подобное маркер можно уже снять и провязать всем скажу раз ой вот тут и залог по-другому уже видите и так и так автоматически раз два три три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать минут 13 так и 14 вот так все отрезаем хвостик не надо оставлять большой потому что мы будем сшивать обычными ниточками вот так вот хотя надо было здесь сделать ну ладно сейчас делаем обычными ниточками будем с вами сшивать просто потому что они тоненькие их не видно будет вот все запуталась у меня сейчас распутаю распуталась так будем связать и вязать с вами обычными нитками вот соединительной просто сделаем все и в эту сторону что назад ниточку спрячем обычными нитками потому что во первых удобнее во вторых их не видно так будет они так будет грубо смотреться все мордочка наша с вами готова мы ее будем тоже синтепоном наполнять потом но это уже по месту когда будет сборка все сейчас мы приступать к хвостику мы приступаем к хвостику что нам для этого нужно нам во первых нужно знать его длину ну все же приблизительно но же здесь еще будет кисточка поэтому я поэтому хвостик сейчас померяю и мы свяжем такой же хвостик вот ну где-то шесть семь сантиметров ну пусть будет шесть хорошо пусть будет шесть кто хочет 7 я вам просто сейчас покажу это все у нас как бы приблизительно смотрите мы делаем набираем три воздушных петли вот эту петлю мы теперь не сохраняем а затягиваем затягиваем делаем такую небольшую петлю и делаем три петли 1 2 и 3 вот так теперь вот во вторую опять от крючка петлю мы выводим но не провязываем и в последнюю то же самое выводим но не провязываем вот так теперь снимаем придерживаем пальцем вот этим большим пальцем придерживаем снимаем с крючка заходим в первую петлю провязываем первую теперь провязываем вторую и провязываем третью выравниваем их вот так вот и опять подтянули сейчас будет здесь образовывается такой шнурок то же самое можно сделать на спицах ну вот так как у нас руках крючок мы будем делать все крючком вот так как у нас руках крючок мы будем делать все крючком так опять потянули пальчиком большим держим снимаем две петли первую мы можем оставить первую провязываем теперь вторую провязываем и провязываем третью вот так вытягиваем одинаково делаем их одинаково тянем сам шнурок опять держим первую оставляем на крючке провязываем теперь провязываем вторую провязываем третью потянули все выровняли вот видите с этой стороны уже у нас шнурочек такой получается полу шнур еще раз 2 снимаем одну первую оставляя провязываем первую вторую потом третью также можно вязать на 4 петли на 5 петель если большой толстый шнурок нужен куда-нибудь там в капюшон там или еще куда-нибудь все вот такая вот очень нужная вещь вот и самое главное быстро это вам просто показываю медленно так он очень быстро делается так 1 1 оставляем 1 2 3 все так мы вяжем нужную нам длину мне нужно 6 сантиметров вы смотрите как вам нужно хотите побольше хвостик хотите поменьше можно и побольше сделать чтобы он как бы больше вперед сюда торчал там ну когда чтобы вы больше было видно вот но не забудьте что у нас еще будет кисточка на хвостике так и мы его тоже пришлем обычной ниточкой чтобы понадежнее потому что если вы вяжете это детишкам первое дело за что хватает и тише детишки это уши и хвост так что поэтому мы его сделаем так понадежнее пока мы с вами болтаем видите а дело делается у нас уже приличный хвостик получился вот сейчас я довяжу до нужной пленой мы с вами встретимся вот я почти довязала один рядочек сейчас я еще провяжу и я думаю что будет вполне достаточно так так теперь мы будем закрывать закрывать сразу три все вот так вот и петлю все мы с вами закрыли это давайте вот так на всякий случай отрежем там посмотрим не все и вытаскиваем все это никуда у нас уже не убежит просто ну как бы определиться я думаю что вот вот этой стороной будет легче пришивать сюда тогда мы вот эту ниточку вот видите у нас здесь все сошлось у нас он абсолютно одинаковый получился давайте спрячем вот эту нитку вот так видите сейчас мы сюда внутрь по внутренним вот этим вот протяжка зацепим сюда нашу ниточку вытащим вот все она у нас спряталась мы можем отрезать спокойно она не убежит уже никуда вот видите все она внутри все спряталась а это пусть будет останется мы сюда будем сейчас все но потом кисточку цепляется когда кисточки сделаем все и вот за это место мы будем потом пришивать ну вот все наши части смотрите готовы хвостик мордочка глава тело я же говорю прям ваш черненка у нас вот так давайте вот так буду собирать тело морда хвост уши и лапы ну вроде как по всем с вами связали теперь нам нужно все это набивать и собирать это уже будут следующей части единственное что следующей части пожалуйста приготовьте глазки приготовьте черную ниточку для будем декорировать будем формировать мордочку ну какой-нибудь какой вы бантик хотите мы потом сделаем бантик такой же вот не обязательно красный можно там горошек грибой еще какой-то и для гривы но я возьму вот такую же такой же цвет и беленький тоже возьму такая будет грива для гривы ну видите как бы мы тут вот тут будем несколько слоев дело здесь по одному а здесь вот несколько вот ну и для кисточки чуть-чуть в общем а вот клей приготовьте иголку большую для следующего раза вот у меня вот такая вот и у меня вот такая есть и вот это я обычно работаю вот этими двумя я обычно работаю иголками вот этим я пришивать буду мордочку и хвостик а вот этим будем делать уже декорировать саму мордочку черным цветом ну вот как бы все пока пока давайте встречаемся в четвертой части лежите буду вас ждать